Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Из городской администрации в Краевую министром промышленности и энергетики края назначен Вячеслав Химочка. Заблокированные поселки, отмененные рейсы, незапланированная проверка. Как Алтай пережил метель в выходные. Я бы сказала, это конкурс-эксперимент. Вокал, танцы, фокусы, независимый конкурс талантов. Впервые в Барнауле. Новый министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. О его назначении стало известно сегодня. Теперь блок реального сектора в правительстве сформирован полностью. Вячеслав Химочка на административной работе более 13 лет. Начинал карьеру зампредседателя комитета по экономике Центрального района Барнаула. Затем главы Центральной сельской администрации. Последние 9 лет был вице-мэром по экономике Барнаула. В частности, участвовал в реализации Барнаульского туркластера. И не скрывал, что самое больное место проекта – реконструкция сереброплавильного завода, которая так и не была при нем завершена. Также он ратовал за строительство конгрессно-выставочного центра на острове Помаскин, который, по его мнению, мог бы стать стимулом для развития города на правом берегу Аби. Отметим, что Вячеславу Химочке в феврале исполняется лишь 40 лет, так что он один из самых молодых чиновников краевого правительства. Аварии, спасательные операции и снежные баррикады – именно так прошли выходные на Алтае. Из-за Бурана МЧС и полиция дежурят на трассах и все еще работают в режиме повышенной готовности. Подробнее расскажет Дарья Эйдемиллер. Почти 500 человек дежурили на трассах все выходные. В таких условиях служба МЧС объединила усилия с сотрудниками ГИБДД. На одной федеральной дороге и десяти региональных дорогах была организована работа 40 раз. Аварийно-спасательные работы. Было разобрано 11 ДТП, на которых было 17 пострадавших. Были погибшие, к сожалению, но также были 3 спасенных. В числе спасенных 40 студентов из Монголии, из Улан-Батора ехали в Казахстан. Автобус заглох на трассе родины Благовещенка из-за некачественного топлива. Сейчас автобус на ремонте в Благовещенке. Крупно повезло маме и ее будущему малышу. Женщину на пятом месяце беременности на снегоходе срочно доставили в больницу. А вот в райцентр Черышского района проехать не могут с пятницы. Техника работает ежедневно, но ветер наметает сугробы заново. Дорога закрыта, люди отрезаны от цивилизации. Так же, как в поселке Масальский Локтевского района. А здесь дорога вся запущена. И по полю они там пытались бить, ничего там не сделали. И здесь все забито, все вообще ужасно. То есть мы сидим сейчас в данный момент без средств существования. В деревне ни хлеба нет, ни молока, ни скорую вызвать, ничего не уехать, ни в больницу. В общем, никуда. Они просто вовремя, когда нужно было трассу чистить. То есть вот после 25-го, 26-го был буран, занесло там ее. Ее нужно было расчищать. Ее хотя бы нужно было расчистить всю дорогу. А вот в Топчихинском районе глава сельсовета и несколько жителей чистят снег вручную. По словам жителей, из Топчихи нет выезда уже неделю. На три села работает один трактор. Да и тот не в лучшем состоянии. А вся техника сейчас на заметенных трассах. Девять из них до сих пор закрыты. Тем временем Барнаул активно вызволяют из снежного плена. На уборку в выходные даже выехал губернатор. Посмотреть те места, где отработали вчера-позавчера, как они выглядят на сегодняшний день. Ну и проедут по некоторым перспективным направлениям, куда предстоит выходить, чтобы оценить объем работы. Судя по карте, большая часть рейда пришлась на центр города. Смотрели, как чистят и дороги, и остановки, и тротуары. Только в Барнауле на улицах работало 300 специальных машин. Но проехать до сих пор можно далеко не везде. Дарья Демиллер, День с толком. 10 дней Барнаульский полигон будет принимать снег от населения и компании города абсолютно бесплатно. Такое поручение компании «Экокомплекс» дано по итогам совещания в мэрии. В частности, так власти намерены бороться с последствиями снегопада. Сейчас на полигоне готовят площадку для большого количества снега. Там будет дежурить спецтехника для помощи в выгрузке. Насколько хорошо убирают город? Этот вопрос нынешней зимой мы задаем Барнаулецам не в первый раз. Вот что вновь мы услышали. Очень большой был снегопад в городе. Как, по-вашему, хорошо ли снег убирают? Ну, по мере возможности убирают. Конечно, у нас дворник очень хорошо работает. Но улицы расчищают. Но ведь такой снег. Это же все бывает. На троечку. Я бы не сказал, что совсем. Ну, центральные более-менее. А вот второстепенные те. Как вам кажется, насколько хорошо город убирают? Какую бы вы оценку поставили своей работе ваших коллег? Своей работе, естественно, пятерку, кто себя не любит. А вообще, как бы, город не хватает единиц техники, мне кажется. Из-за этого есть, конечно, проблемы на участке. Ну, сейчас достаточно хорошо убирают, вроде бы. Ну, в первый день, как только замело, все было не прочищено. Можно на секундочку вас скажите, как, по-вашему, хорошо город убирают сейчас у нас на сегодняшний день после таких снегопадов? Конечно, хорошо. Вообще, дается в течение трех дней после окончания снегопада надо навести порядок. Я на месте губернатора. Сейчас кинула бы какой-то народный клещ. Ребята, берите лопаты, выходите, чистите кто где может. Потому что, ну, здесь уже я понимаю, что дворники там, что техника, но этого просто физически не хватает. Они работают, бедненькие, всю ночь я это слышу под окнами. Тут нужно уже людям самим выходить. И сейчас какие мужчины стоят с лопатами, я обязательно подхожу и говорю. Мужчина, какой вы молодец, вы герой. Сегодня в Барнауле начинается снежный штурм. Это общегородская акция, цель которой помочь пожилым людям с уборкой снега на придомовых территориях. Организует акцию городской комитет по делам молодежи. В роли тимуровцев выступят волонтеры, барнаульские студенты и школьники. Как отмечают в пресс-службе города, пенсионеры и другие, оказавшиеся в снежном плену, могут обратиться за помощью, позвонив по телефону 370-365. Это уже вторая подобная акция. В прошлом году на борьбу со снегом вышло более 300 добровольцев. К новостям спорта. Волейбольный клуб «Алтай Агао» приблизился к заветной цели, которую ставил перед собой в начале сезона. А именно попасть в шестерку лучших женских команд высшей лиги «Б», которые будут бороться за выход в высшую лигу «А». После очередного тура чемпионата России по волейболу наши девушки стали гораздо ближе к этой цели. В Иркутске они провели четыре игры, в трех одержали победу. И это при том, что ехали на соревнования не самым сильным составом. Несколько игроков по болезни вынуждены были пропустить старты. В целом, директор клуба назвал второе место в турнирной таблице хорошим результатом. Но добавил, расслабляться не стоит. Пока мы претендуем лишь на место в шестерке лучших выше лиги «Б». К слову, омские волейболистки, наши основные конкурентки, первое место себе уже застолбили. А так как в шестерку попадают лишь две сибирские команды, нашим нужно очень постараться, чтобы стать вторыми по итогам еще восьми игр. Добавим, что два года назад из шести сильнейших команд чемпионата России выше лиги «Б» волейболистки Алтая Гау заняли пятое место. Вокал, танцы, фокусы. От всех желающих независимый конкурс талантов в крае создает все больше возможностей для проявления творчества. В Барнауле стартовал конкурс «Зажги звезду». Андрей Дреер познакомился с участниками. Не знаю, какой закон, но, как правило, нашему человеку только волю дай, и он столько талантов покажет. И здесь, на этом конкурсе талантов «Зажги звезду» дают всю волю, всем возрастам и любому уровню профессионализма. Я бы сказала, это конкурс-эксперимент. Это впервые в таком формате мы проводим конкурсы, поэтому, что из этого выйдет, мы узнаем, наверное, уже по итогам его, уже по отзывам. Собрались творческие коллективы и солисты со всего края. В основном танцоры и певцы. Организаторы признались, их цель проста – сплотить людей. А победители должны получить дипломы и подарки. Есть здесь место и слезам. Даже среди тех, кто, кажется, выступил вполне удачно и профессионально. Впрочем, уровень участников совершенно разный. Например, для Ольги пение – это пока еще хобби. Сама она бизнес-вумен, а вокалом занимается только три года. Была затяжная пауза, и я на сцене долгое время не была, но примерно месяц. И мне нужно дальше нагонять, сейчас будут все российские конкурсы и так далее. И я надеюсь, что меня заметят и заберут в Москву. Надеемся, вас тоже заметят и увезут в Москву, а может быть даже в Нью-Йорк или Лондон. Самое главное – не бояться. Приходить на такие конкурсы, если у вас есть талант, выступать, дарить радость всем. Андрей Дриггер, Илья Халяпин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании – Эвалар. До встречи.